Здравствуйте, уважаемые зрители! Недавно президент Азербайджана Ильхам Малиев отметил свой день рождения, ему исполнилось 60 лет, и многие руководители, лидеры разных стран поздравляли его, в том числе Владимир Путин. Ну и вот руководители фракции Либерально-демократической партии России Владимир Жириновский тоже направил поздравительное письмо президенту Ильхам Малиеву. Он тоже поздравил его с 60-летием, и вот что он написал в этом письме. Как мудрый руководитель прекрасной страны вы внесли весомый вклад в процесс перемен в республике, и сегодня продолжаете реализацию очень важных государственных программ. Уверен, что вы гордитесь достигнутыми результатами, но уверенность в достижении большего неиссякаемая. Так, надеюсь, что под вашим руководством отношения между нашими странами станут еще более взаимновыгодными на основе взаимного уважения. Желаю вам крепкого здоровья, больших успехов в делах, а вашему народу процветания и прогресса, сказанных поздравлений. Ну и как раз вот на тему здоровья я нашел такой ролик. Ильхам Малиев, оказывается, очень еще спортивный человек. Он 60 лет отметил, но у него еще физическая подготовка очень неплохая. И вот здесь статья под названием «Появилось видео с подтягивающейся на турнике в день своего 60-летия Алиевым». Так, глава Азербайджана Ильхам Малиев, который праздновал 24 декабря свое 60-летие, подтянулся 15 раз на турнике. И это видео появилось в сети. Сейчас я вам как раз продемонстрирую это видео. Даже вот подписчица одна его написала, Данила Рахимова написала «Здорово, очень впечатляет». Сейчас я покажу вам фотографию Ильхам Малиева с супругой. И вот здесь, посмотрите, он подтягивается на турнике. У него, говорю, хорошая физическая форма. Сейчас посмотрите, как это. Вот Ильхам Малиев готовится к упражнению. Так, вам видно, видно. Сейчас я посмотрю. Вот, видите, он подтягивается. Так я говорю, в 60 лет потянуться 15 раз, я говорю, это не так-то и легко. Я когда был молодой, помню, лет 30, ну где-то тоже лет раз 16 где-то точно подтягивался, даже до 18 раз. Ну я был моложе, конечно, намного. Ну, молодец. Вот, правильно. 15 раз. Вот, молодец. Ну и вот сейчас Азербайджан вошел в пятерку самых счастливых стран мира. Как раз новость для азербайджанцев. Оказывается, Азербайджан одна из самых счастливых стран в мире. Так, сейчас я вас знакомлю, кто лидирует в этом списке. Азербайджан оказался в пятерке стран мира с самым высоким индексом счастья, разницей между довольными и недовольными жизнью. Ну вот в каких странах очень довольны жизнью? Так, согласно индексу счастья, пятью самыми счастливыми странами является Колумбия на первом месте, Казахстан почему-то, Албания, непонятно, Малайзия. Ну и Азербайджан. Ну в Азербайджане, да, уровень жизни хороший, побольше. А в первую пятерку недовольных стран входит Ганна, ну это Африка, ясно. Афганистан, ну с Афганистаном все ясно, там беспредел полный. Гонконг почему-то, Ирак, ну и в Ираке, да, тоже там неспокойно сейчас. Ну и Россия. Россия на пятом месте по уровню там недовольных, уровня жизни вообще стран. Да, вот в Азербайджане, смотрю, люди довольны, как бы считается, что на пятом месте. Но в следующем году самые трудные, как сказать, эти будут времена в Турции, 72% ожидают трудностей. В Боснии, Герцеговине 72%, в Болгарии почему-то, в следующий год тяжелый, в Польше тоже и в Румынии. Ну в Афганистане это понятно, ну и Германии почему-то почти 60%. Так что Азербайджан в пятерку лидеров входит. Ну это за счет Ильхама Алиева, что он, как сказать, грамотный политик и придерживается, как сказать, такого курса, чтобы экономика процветала, чтобы торговля процветала, добывались газ и нефть, продавались. И за счет этого, да, Азербайджан вошел в пятерку самых счастливых стран мира. Всем спасибо, всем пока, до новых встреч.